Всем привет! Вы на канале Рецепты от Николаевны. Сегодня я буду готовить картофельные гнезда с начинкой. Начинка у нас будет грибы и куриное мясо. Для начала отвариваем картофель, сливаем воду. Картофеля килограмм. Слили воду, добавили 50 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки крахмала, 2 яйца. Тщательно перемешали. Дальше нарезали мясо. Мясо я брала 2 окорочка. Значит я их вот удалила кости и мелко порезала. Здесь у меня небольшой пучок зелени. Я сейчас буду все это объединять. Также у меня грибочки и шампиньоны. Я их пожарила с луком. Здесь у меня 400 грамм. Также нам понадобится сырок 150 грамм и будем делать заливочку. Для заливочки нам понадобится сметана. 20% на 4 ложки, 2 яйца, соль, перчик по вкусу. Все это хорошенечко перемешаем и потом будем заливать начинку в гнездах. Итак, если у вас есть кондитерский мешок, значит вы можете с помощью кондитерского мешочка выложить вот такие вот гнезда. Нету кондитерского мешка, значит это можно сделать с помощью ложки. Значит картошку высыпаем, делаем углубление и таким образом начиняем эти гнезда. Сейчас все это перемешаем. Сюда немножечко я добавлю сырочек. Остальную часть я буду высыпать сверху. Все это хорошенечко перемешиваем. Итак, я уже разложила начиночку в картофельные гнезда. Сейчас заливочкой зальем и отправим в духовку на 15-20 минут. Затем достанем. Чуть-чуть сверху присыпем в каждое гнездо, добавим сверху сыра и на 5-7 минут отправим в духовку. Как только растает сырок, подрумянится наша картошка, значит наши картофельные гнезда готовы. Итак, один я все-таки попробовала сделать просто вручную. Значит просто выложила картофель, сделала такую квадратную форму. Но если же у вас нет кондитерского, этого кулинарного мешочка, возьмите обыкновенный мешочек, сделайте там надрез, туда картофель. И как бы хаотично сделать вот такие вот узоры картофельные на вашей корзинке, которые вы будете делать. Ну сейчас также вот залью этой заливочкой и отправлю в духовку. Как только картофель станет коричневым запекаться, значит надо будет достать, чуть-чуть посыпать сыром и на 5-7 минут опять в духовку. Как только сырок расплавится, все достаем, украшаем блюдо и подаем его на стол. Вот так можно украсить большое блюдо. Сделать из моркови розы. Подержать их в свекольном соку и они приобретают вот такой цвет. Посмотрите, как можно оригинально подать такое блюдо. Супер! Красота! Картофельные гнезда готовы. Красиво оформили. Посыпали зеленью. И можно подавать из стола. Всех приятного просмотра, приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал и узнаете много блюдо. Всем пока!